В предыдущей серии. В основном за счет грамотного фокуса мы прям впритык справляемся с недругами, не получив ни единицы урона. Оба обломка я начинаю застраивать, готовясь к их уничтожению, но достроить оборону я не успеваю, и на меня нападают пираты. Дополнительная еда для собачек точно лишней не будет. Перед тем как пираты начнут шторм, я успел дважды выстрелить по ним из минометов, а после как обычно отправил всех внутрь киллбокса принимать захватчиков. Привет бобры! С вами как всегда Слава Селл и сегодня, как я и обещал, будет дикое выживание с кучей экшена и нападений. Как вы помните, еще с прошлой серии нас ожидают целых два обломка кораблей с механоидами. Хорошо хоть они разбросаны по двум колониям, хотя мне от этого ничуть не легче. Ну а пока наши колонисты еще не успели построить бойницы возле обломков, я решил заняться полезными изменениями. Построил дополнительный обогреватель, наконец поставил деревянные двери, убрал лишние кровати для животных и самое главное, наконец создал склад с аптечками в медотеке Утеса. И сразу после этого случилось то, чего я так боялся. В столовой появились жуки. Этого стоило ожидать, но я не сказал бы, что был к этому готов. Сразу же вооружаем колонистов и отправляемся в столовую. Жуки оказались какими-то слишком дикими. Они сразу же проломали стену и решили напасть первыми. В этом замесе Хаски немного пострадал, но при этом сослужил мне нереально крутую службу, заблокировав проход. Далее Рэймонд спасает Хаски, а остальные отправляются в атаку. Ждать и терпеть я не намерен. Жуки чуть было не съели мою легендарную статую. Эту потерю я бы точно не пережил. В итоге враг повержен, и мы даже сумели спасти собачку. Правда столовой досталось очень неслабо. После атаки жуков я решил зарядить минометы в утесе. И как оказалось совсем не напрасно, ведь на нас напали аборигены. Двоих я отправил за минометы и приказал стрелять по обломку. Изначально я хотел сразу же отправить остальных кораблю, для того чтобы помочь аборигенам. Но потом решил, что все же это достаточно опасно. И как оказалось, делал я это не зря. Все жнецы погибли, а с гусеницами я могу справиться и за счет снайперок. Хотя все же, наверное, лучше бы я убил их сразу. Но в таком случае аборигены могли переагриться на меня и ситуация резко бы ухудшилась. В общем, проверять этого я не стал и, наверное, мы никогда не узнаем ответ на этот вопрос. Всех, кто может держать огнестрел в руках, мы ведем к остаткам мехов. У нас были небольшие заминки из-за большого количества построек, но в целом мы справились отлично. Корабль, естественно, уничтожаем. Все постройки разбираем и в этот момент я вспоминаю про жуков. Или, точнее сказать, жуки припоминают мне то, что я забыл уничтожить их ульи. В принципе, я еще легко отделался. Если бы из ульев выползло больше насекомых, это могло бы обернуться большим фиаско. Зато мы набрали немного вкусненькой слизи и получили два оригинальных фонарика. Далее я принял очень выгодный квест. В неохраняемом тайнике достаточно много нужных мне ресурсов, но самое главное для меня это уран. Его очень трудно раздобыть и, как правило, постройка космического корабля стопорится как раз на нехватке урана. Потому туда я обязательно хочу сходить. И как раз для этого похода я начинаю производство сухпайков. Обломок корабля в районе уже давно ждет своего часа. Меня немного выбили из колеи жуки, но и без них дел внутри колонии хватает. Потому оборонительные сооружения до сих пор не построены. Этот вопрос мне хотелось бы решить как можно скорее. И я вручную начинаю отправлять всех строителей к этому объекту. Но эти козлы ни в какую не хотят работать. Миспи принесла всего одну единицу стали. Одну, Карл! Шершень все так же часто ошибается при строительстве из-за отсутствия одной руки. Остальные не так хороши в этой профессии, но мы все же закончили. Реймонд берет гранаты и добудет мясо. Все имеющееся у нас оружие достаточно недальнобойно. А мехи как назло появились в задней части корабля. Большинство колонистов попросту не достреливают до них. А еще две гусеницы оказались с инфернопушками. Что без сомнений добавляет огонька к и без того непростой ситуации. Кораблик мы разрушили. И поскольку я не могу нормально сражаться из этого укрытия, отступаем к другому. Во время отступления вполне мог кто-то погибнуть. Но пострадали лишь хаски, которых я поздно отвел на базу. Далее уже внутри келбокса мы сталкиваемся с новыми проблемами. Меха все так же как и раньше много. А битва тянется долго. Новичок не выдержал подобного давления на свою неокрепшую психику. И сорвался. Подставив под удар других. Эта битва была крайне напряженной. И наверное одной из самых сложных. Давненько я так не напрягался от всего одного события. Хотя буквально только что мы расстреливали тараканов в столовой. Что-то игра начинает жестить. Тут даже на кассе успихивать это все не хочется. Она как раз ведет себя вполне нормально. А вот враг жестит. Как вы видели, новичок получил сразу три заражения. И что-то мне подсказывает, что он не переживет эту ночь. Он был не готов к жизни в районе. У нас тут выживает только сильнейшее. Не успели мы залечить наши раны, как в утесе происходит нечто странное, печальное и необычное. Мой годовой запас мяса горит в закрытом помещении без огнетушителя. И налицо явное незнание игровых механик. Стыдно даже как-то стало. Запомните и запишите, как не надо делать. Если бы я сразу начал разбирать нужную стену, то спас бы больше трупов. И главное, мои колонисты не получили бы ожоги. Шершень тем временем нифигашеньки не справляется с лечением заражений. И к нам приходит торговец. Рован прожил и так слишком долго в колонии, немного покачав медицину шершню. Теперь пора его раздеть и оставить в покое. Навеки. Кася продолжает осыпать нас пачками событий. Торговцу, к слову, мы продали всю одежду. Мясо, жуков и мясо варга. Серебришка лишним не будет. В утете тем временем все активно начинают поедать сухпайки. А вот за поедание пасты принялись пришедшие ко мне трумба. Мне не хочется трогать их, но они же сами нарываются. Объедая мое поселение. Хотя с едой сейчас никаких проблем нет. Разве что в районе закончился корм для животных. Как видите, новичка потратили почти мгновенно. И к нам прилетел оружейник. Но, как назло, у него не оказалось никакого огнестрела. А я бы прикупил какой-нибудь автомат. В принципе, как раз на оружие и протезы я и копил деньги. А тут такой облом. Не хочу, чтоб серебро лежало без дела. Потому я вызвал караван с экзотикой. Больше всего мне хотелось бы купить у него бионическую руку. Ну или хотя бы обычный протез для шершня. Все же без руки этот колонист не так хорош. А еще я думаю, что меня обязательно захочет кто-нибудь спросить. Почему ты не разобрал бойницы после уничтожения обломка? И я сразу же отвечу на этот незаданный вопрос. Потому что это долго и невыгодно. В районе у нас есть и другие способы добычи ресурсов. В отличии от утеса. Ну а тем временем на пресловутый утес напали аборигены. Ловушки, как обычно, не перезаряжены. Но это не главная проблема. Проблема даже не в собаке, которая наоборот сыграла в плюс ранив врагов. А в мешающихся трумбо. Они явно не выживут. Вопрос только в том, насколько сильно эти звери мне помешают. В итоге трудно сказать, было ли их присутствие полезным. С одной стороны, они немного помогли справиться с аборигенами. А с другой, наоборот, выступили в роли щита, приняв на себя большую часть урона от моих колонистов. Жители утеса сильно пострадали. И во время замеса на район также напали. С первой пачкой недоразвитых мы справились. И медицинский отсек не позволит никому умереть от заражения. В районе похожая ситуация в плане защиты. Но тут у нас нет медицинских кроватей. И потому отбиться желательно без получения ранений. Миниган нам сильно помогает в этом. По факту, это единственное нормальное оружие в этой колонии. И оно как раз наилучшим образом раскрывается против большого количества врагов. Либо при атаке вблизи. Почти вплотную. Ну и на этом, я думаю, мы закончим. Да, серия получилась не слишком-то и длинной. Но я думаю, вам понравится идея о том, что теперь мы немного ускоримся. И я буду делать для вас 2 серии в неделю. Надеюсь, это не сильно повлияет на выход других видеороликов на канале. Например, на тот же Кербал. Но я думаю, такая новость вам точно не может не понравиться. Ну и до скорых встреч.